Премьера. Декабрь 2013-го. План раздела Украины. Украина – это три части. В Дюго-Восток – это Россия. Весна 2014-го. Начало проекта «Новороссия». Сейчас попытаться эти территории каким-то образом в Россию вернуть. Хотя бы на каких-то, пусть даже птичьих правах. Весна 2015-го. Проект заморожен. Новороссии не было и нет, и проект закрыт. Новороссия. Цена проекта. Сегодня. 20-20. Айси-Ти-Ви. Новороссия. Цена проекта. Сегодня. 20-20. Айси-Ти-Ви. В ночь с 26-го на 27-е февраля бойцы российского спецназа заняли здания Верховного Совета Крыма и Совета Министров Автономии. Подняли российские флаги и забаррикадировали подступы к зданиям. Украинские воинские части были заблокированы. В тот же день депутаты Верховного Совета отправили в отставку правительство Автономной Республики Крым. Новый Совет Министров возглавил лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. Он заявил о непризнании новой власти Украины и обратился к руководству России за содействием в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым. Еще в декабре 2013 года на российском телеканале ОРТ появился сюжет о возможном распаде Украины. Как бы ни разворачивались дальше события на Майдане в Киеве, ясно одно. Сейчас здесь уже решается не столько вопрос вектора дальнейшего развития Украины, сколько вопрос существования самой украинской государственности. За 20 с лишним лет независимости Украина так и не смогла сформировать единой украинской нации. Все это время основу государственности незалежной составляла не нация, а украинский народ. Осколок так и не успевшей до конца сформироваться нации советской. К этому же времени относится документ, который появился в марте 2014 года на фейсбук-странице главного редактора издания «Киевпост» Екатерины Горчинской. В своей авторской колонке журналистка сообщила, что он получит от надежного источника и, вероятно, разработан в Совете национальной безопасности России. Документ называется «О кризисе на Украине» и в нем, в частности, говорится. Во-первых, только полное вхождение территорий русских областей Украины, а именно Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей в Российскую Федерацию, может гарантировать мир, безопасность и процветание их населению, а также надежную защиту интересов России. Во-вторых, обеспечить реализацию этой задачи можно лишь установив контроль над матерью городов русских, столицей Украины, городом-героем Киевом. В середине февраля 2014 года на российском патриотическом онлайн-телеканале «День ТВ» в программе под названием «Как разделить Украину» ее ведущий Александр Бородай так обратился к зрителям. Восточная Украина вместе с Южной Украиной, включая Крым, Херсон и до какой-то степени Одессу, это все территории, это все население, которое в значительной степени ориентировано на Россию. И было бы очень правильным и разумным сейчас попытаться эти территории каким-то образом, опять-таки подчеркиваю, каким-то образом, потому что это очень сложно с точки зрения юридического, с точки зрения международной юриспруденции проблемы, каким-то образом в Россию вернуть, хотя бы на каких-то, то есть даже птичьих правах. В титрах программы ведущий был обозначен как политолог, однако в 2002 году сообщалось о назначении Александра Бородая заместителем директора ФСБ России по информационной политике и спецпроектам. После этого он был консультантом у основателя московской группы «Маршал Кэпитал» Константина Малафеева, которого связывает с финансированием переворота в Крыму. Статья американского информагентства «Блумберг» под названием «Путин мечтает о возрождении империи», в то время как его союзники спонсируют ополченцев в Украине, приводят цитату из интервью Малафеева. «Украина – искусственное образование, созданное на руинах Российской империи. Я прошу прощения за неполиткорректность, но Украина является частью России, и я не могу воспринимать украинский народ отдельно от российского». Кроме того, в статье говорится, что Константин Малафеев встретился с Сергеем Аксеновым за месяц до того, как тот возглавил вооруженный захват полуострова. 1 марта 2014 года Совет Федерации России удовлетворил официальное обращение президента Владимира Путина о разрешении на использование российских войск на территории Украины. В этот же день по городам юго-востока Украины прокатилась волна митингов против новой украинской власти. Над городскими и областными администрациями ряда регионов страны митингующими были подняты российские флаги. В Харькове участники антимайдановской демонстрации штурмом взяли здание облгосадминистрации, и над ним также был поднят российский флаг. Украинские журналисты выяснили, что человек, установивший триколор, гражданин России. На своей странице ВКонтакте он выложил фото доказательства своего подвига. В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в Харьков в этот день приехало много автобусов с российскими номерами. В ходе протестов в центре города между участниками пророссийского митинга и сторонниками Евромайдана произошли столкновения, в результате которых пострадало 97 человек. Так в Украине началось сепаратистское движение, получившее название «Русская весна». На этом этапе оно опиралось на местных представителей партии регионов и Коммунистической партии Украины, а также пророссийские организации и партии, давно действующие на территории Украины, такие как «Русский блок» и «Русское единство». В начале марта на юго-востоке Украины проходят и митинги за единство страны. Так в Харькове и Луганске собрались тысячи людей в поддержку территориальной целостности Украины. Несмотря на то, что в этих городах параллельно шли пророссийские митинги, столкновений не было. В Донецке на площади Ленина, где собралось около 10 тысяч человек с украинской символикой, в разгар митинга подошла колонна пророссийских активистов. Они стали швырять в митингующих яйца и другие предметы. По словам очевидцев, в ход пошли даже стеклянные бутылки. К счастью, тогда все обошлось без жертв. 3 марта в Одессе на площади перед зданием облгосадминистрации собралось около 3 тысяч человек с требованиями не признавать власть Киева и провести референдум. В это время на дне очередной сессии Одесского областного совета депутатами-демократами был поставлен вопрос об осуждении ввода российских войск на территорию Украины. С другой стороны, представитель леворадикальной партии «Бородьба» Алексей Албу предложил инициировать референдум об особом статусе Одесской области. Его инициативу не поддержали. Во время сессии в зал заседаний проник лидер пророссийской организации «Народная альтернатива» Антон Давидченко и потребовал впустить митингующих в зал. После отказа председателя облсовета протестующие пошли на штурм администрации. Разбитые окна, слезоточивый газ и российский триколор на флатштоке. Так в этот день в Одессе закончилась внеочередная сессия областного совета. С 24 февраля постоянным местом проведения массовых антиукраинских митингов в Одессе стала площадь Куликова поля. Его координатором стал Егор Кваснюк, член партии «Родина», которая выступала за признание русского языка в Украине вторым государственным, федерализацию страны и ликвидацию поста президента. Основным боевым отрядом Куликова поля была созданная в конце февраля организация «Одесская дружина». Руководили подразделением лидер организации русских националистов славянское единство Дмитрий Одинов и бывший сотрудник милиции города Сергей Долженков, известный под псевдонимом «Капитан Какао». 1 октября 2015 года активистка общественной группы «Второе мая» Светлана Подпалая на своей странице в Фейсбук опубликовала интервью с членом одесской дружины Сергеем Рудыком. По его словам, когда только установили пророссийский палаточный городок, на ночь в нем оставалось не более четырех человек. Но позднее, когда люди узнали, что за ночь платят деньги, желающих стало гораздо больше. Изначально за ночь платили по 150 гривен каждому, плюс обеспечивалась полевая кухня. Как вы думаете, кем финансировалась жизнедеятельность у Куликового поля? Вот эта еда, оплата за плату? Москвой. Вообще, был слух, что на Куликовом поле до 2-го числа было выделено 2 миллиона долларов. На акциях антимайдана в Одессе были замечены граждане Российской Федерации, активисты национал-большевистской партии и организации «Другая Россия». Также в марте к одесской дружине присоединился член российской православно-патриотической организации «Черная сотня» Антон Раевский. Он не против того, чтобы журналисты называли его фашистом, и на своем YouTube-канале и странице в живом журнале не скрывает ультраправых взглядов и откровенно демонстрирует свои татуировки со свастикой и фашистскими лозунгами. Там же можно найти много видео и текстовых материалов о его пребывании в Одессе. На своей странице в живом журнале Антон Раевский также сообщил. Представители одесского антимайдана и лично лидер одесской дружины Дмитрий Одинов, который также является руководителем неоязыческой организации русских националистов «Славянское единство», еще в марте ездили в Крым и встречались с Аксеновым. Велись переговоры о дальнейших действиях одесского антимайдана. Аксенов лично давал гарантии и обещал, что так называемые «зеленые человечки» скоро должны будут войти в Одессу. Данная информация стала мне известна со слов руководителя боевого крыла одесской дружины Сергея Долженкова. В Крыму есть военный лагерь, где готовят диверсантов для дальнейшей их переброски в Одессу. В телефонном разговоре лидер одесской дружины Дмитрий Одинов предлагал мне и всем, кто пожелает из моего окружения пройти подготовку в этом лагере, но я по объективным причинам отказался. Одесса – русский город. Слава героям одесской дружины. 11 марта Верховный Совет Крыма принимает декларацию о независимости и решение о проведении референдума о статусе полуострова. Он проходит всего через 4 дня и явка по данным новых крымских властей составила 80%. Почти все участники голосования высказались за воссоединение Крыма с Россией. Ни этот референдум, ни новый статус Крыма не были признаны международным сообществом. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о присоединении Крыма к Российской Федерации. В своей речи президент России Владимир Путин затронул тему исторической судьбы Юго-Востока Украины. После революции большевики по разным соображениям, пусть бог им будет судья, включили в состав Украинской Союзной Республики значительные территории исторического Юга России. Это было сделано без учета национального состава жителей. И сегодня это современный Юго-Восток Украины. В тот же день депутат Госдумы Владимир Жириновский уже более явно озвучил планы России по захвату украинских территорий. Украина это три части ее. Вот Юго-Восток это Россия и Крым уже вернулся. Должны еще вернуться еще семь областей. Это Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. И уже 23 марта в Харькове, Донецке, Николаеве, Запорожье и Мариуполе были проведены митинги с требованием федерализации Украины. Участники скандировали пророссийские лозунги и даже призывали Януковича вернуться и спасти людей от киевской хунты. В этот же день в Одессе прошел пророссийский митинг и русский марш. Участники акции скандировали фашистскую хунту Долой и Одесса русский город. Одесса, Россия, вместе мы сила, требовали федерализации Украины и немедленного проведения референдума. Впереди колонны митингующих шли представители одесской дружины. Камера зафиксировала и черносотенца неонациста Антона Раевского. На следующий день в украинских СМИ появились кричащие заголовки. 29 марта пресс-служба СБУ сообщила, что служба безопасности выдворила из Украины Антона Раевского. В сообщении говорилось, что Раевский, выполняя задания российских спецслужб, пытался создать диверсионно-подрывную группу для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Однако сам Антон Раевский 31 марта в интервью газете «Вести» опроверг это заявление СБУ. А никакого задержания и не было. Начнем с того, что информация о моем возможном задержании поступила от надежных источников из СБУ, которые предупредили одного из руководителей одесской дружины, что мне нужно покинуть лагерь или, проще говоря, спрятаться. 30 марта активисты Одесского Евромайдана организовали марш под лозунгом «Не пустим агрессором наш дом», в котором приняли участие около 20 тысяч человек. участники акции развернули огромный флаг Украины длиной около километра и прошли с ним по центральным улицам города. В начале апреля 2014 года на юго-востоке Украины в Донецке, Луганске и Харькове вооруженные диверсанты под прикрытием пророссийски настроенных активистов штурмом берут административные здания, управление милиции и СБУ захватывают оружие. Многие сотрудники правоохранительных органов переходят на сторону сепаратистов. Все это напоминает крымский сценарий. 7 апреля сепаратисты провозглашают создание Донецкой и Харьковской народных республик и выражают желание войти в состав Российской Федерации. Донецкий Народный Совет обращается к России с просьбой ввести миротворческий контингент. На следующий день власти Украины проводят спецоперацию в Харькове, восстанавливая контроль над ситуацией. Силовые подразделения занимают здание областной администрации, задержав там несколько десятков боевиков. 10 апреля в Москве проходит круглый стол под названием «Русское восстание на Украине, новые республики и самоопределение регионов», в котором принимает участие русский сектор Украины, Евразийский союз молодежи, Национально освободительное движение, Союз советских офицеров, Международное движение «Мы за Путина» и другие. На встрече была принята резолюция с призывом к руководству Российской Федерации и лично президенту Путину оказать материальную и военную помощь восставшему Юго-Востоку и ввести ограниченный контингент российских войск. Под резолюцией подписались также депутат Одесского облсовета, экс-председатель партии Родина Вадим Савенко и глава Союза православных граждан Украины Валерий Кауров. В этот день Одесса отмечает годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а на Куликовом поле возводят баррикады. Пророссийские активисты завозят песок, множество автомобильных шин, доски, металлическую арматуру. В гостинице «Променад» евромайдановцы заблокировали нардепа от партии регионов и кандидатов президента Украины Олега Царева, который приехал в Одессу в рамках своей агитационной кампании. У стен гостиницы состоялось первое жесткое столкновение между проукраинскими активистами и боевиками с Куликова поля. Драка переросла в массовое побоище, в результате которого антимайдановцы разгромили милицейский автобус. Несколько человек получили тяжелое ранение. Пресс-служба Олега Царева сообщила, что кандидат в президенты был вывезен в неизвестном направлении и связи с ним нет. Телефон не отвечает. Однако на следующий день Царев дал пресс-конференцию в Донецке, который на тот момент уже был под контролем сепаратистов. Нардеп заявил, что готов возглавить так называемое юго-восточное движение и сорвать президентские выборы. В это же время на российском патриотическом онлайн-телеканале День ТВ выходит интервью с Александром Бородаем. Кадровый сотрудник российских спецслужб в титрах снова обозначен как политолог. Он заявляет, что Россия не может использовать на юго-востоке Украины регулярные войска Российской Федерации, как это было в Крыму. Если сейчас вежливые зеленые человечки вдруг появятся на восточной Украине массово, ну или даже не массово, а просто будет зафиксировано их появление, то это вызовет конечно совершенно иную реакцию всего огромного западного мира по отношению к России. И это на Россию уже ляжет действительно тяжелым грузом санкций, которые нам могут организовать и Соединенные Штаты, и Западная Европа. Далее Александр Бородай уточняет, что в вооруженном противостоянии на этом этапе Россия сможет использовать только так называемых добровольцев. Но для этого необходимо создать на территории Украины координационный центр. Добровольческое движение, оно в России имеет славные традиции, я бы сказал. И я их знаю, просто этих людей, которые в Крым прибыли, как добровольцы, с целью воевать. Другое дело, что там и зеленые человечки возникли настолько быстро, что, собственно говоря, не было вот этого разворота добровольческого движения, ну просто потому, что оно оказалось ну уже излишним. 12 апреля группа вооруженных людей, назвавшихся сторонниками самопровозглашенной ДНР, захватила административное здание в городе Славянске Донецкой области. Через день СБУ разместило в интернете перехват переговоров сепаратистов, в которых человек с позывным «Стрелок» докладывает об успешной операции по ликвидации украинских правоохранителей в районе города Славянск. Как у вас обстановка? Ну смотри, первую атаку мы отбили, вот, налетели они на наш этот самый заслон, понесли большие потери. Понесли большие потери, мы не знаем кто, даже кого мы покрашили, но кого-то серьезно. Вот. Я понял, отлично. Значит, смотри, к вам сейчас выдвинется из Луганска, кто с боевым опытом, те и выдвинутся. Хорошо. Пусть выдвигаются, но учти, все дороги перекрыты, им придется с боем прорабатывать. Я знаю, они собьют хотя бы их посты. Ага. Сейчас нужна информация, кого мы покрашили. Покрашили очень серьезную группу, очень серьезную, с какими-то очень серьезными весовыми людьми. Хорошо. Я, значит, буду прорываться в Луганск, оттуда с луганскими группами буду к вам. В интернет-издании «Украинская правда» 14 апреля появилась информация о том, что собеседник стрелка в переговорах никто иной, как российский политолог Александр Бородай. Именно он является владельцем телефонного номера, с которого был совершен звонок. Через два дня пресс-служба СБУ заявила, что установила личность руководителя российской диверсионной группы с позывным «Стрелок». Им оказался гражданин Российской Федерации, офицер спецназа Гругин штаба вооруженных сил Российской Федерации Игорь Стрелков-Гиркин. Было установлено, что в начале марта 2014 года он прибыл на территорию Автономной Республики Крым и координировал захват российскими военнослужащими и представителями спецслужб Российской Федерации, воинских частей, вооруженных сил Украины, местных органов власти и управления автономией. Кроме того, утверждает СБУ, Стрелков вербует граждан Украины для организации проведения подрывных акций. Диверсант лично давал указания гражданам Украины захватить и удерживать здания Харьковской ОГА, воинские части и подразделения правоохранительных органов с целью завладения оружием в Луганской области, говорится в сообщении. Впоследствии в своем видеоинтервью Комсомольской правде в России Стрелков-Гиркин признал, что основу его диверсионного отряда составили военные с боевым опытом. Большая часть действительно людей имеют боевой опыт, непосредственно. Многие воевали в рядах российских вооруженных сил, в том числе граждане Украины. Воевали и в Чечне, в Средней Азии. Есть люди с опытом боевых действий в Ираке, в Югославии, в составе украинских вооруженных сил. Есть бывшие добровольцы. Ну, в принципе, скажем так, география участия в боевых действиях она очень широкая. Есть даже ребята, кто в Сирии спортировал. Так, координационный центр политолога и сотрудника российских спецслужб Александра Бородая был создан. В апреле 2014 года волна сепаратизма распространяется еще на несколько городов Донецкой и Луганской областей, в том числе на Мариуполь, Янакиево, Краматорск и Макеевку. 14 апреля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о проведении антитеррористической спецоперации на юго-востоке страны. В России развернулась широкая кампания по вербовке добровольцев для участия в военных действиях в Украине. В ней активно принимают участие националистические организации, Евразийский союз молодежи, партия Другая Россия Русское национальное единство. В финансировании сепаратистов и отправке им снаряжения и техники принимают участие и политические партии, такие как ЛДПР Жириновского и Коммунистическая партия Российской Федерации. Ключевым спонсором сепаратизма в Украине стал фонд Василия Великого, принадлежащий российскому миллионеру Константину Малафееву. На территории России формируется добровольческие отряды и их перебрасывают на Донбасс. Так, для участия в украинском конфликте свой боевой отряд отправила и российское левопатриотическое общественное движение «Суть времени». Его лидер, кремлевский идеолог Сергей Кургинян записал такое видеообращение. Я призываю всех, кто этот опыт имеет, не выжидать, не отсиживаться по квартирам, не прятаться за спинами граждански воодушевленных женщин и мальчишек, а спокойно и как подобает взрослым мужикам организовывать отпор бандеровской нечисти. В апреле аналитики НАТО опубликовали спутниковые снимки российских войск на границе с Украиной. По оценкам экспертов, около 40 тысяч военнослужащих российской армии дислоцированы в более 100 военных базах у украинской границы. Они находятся в полной боевой готовности и в состоянии действовать очень быстро. По сообщениям средств массовой информации на территории Российской Федерации от Каменска до Красного Сулина началось движение военной техники в сторону украинской границы. На бортах БТРов и военных Камазов с пехотой есть надписи «Миротворческая миссия», а саму колонну сопровождают 12 боевых вертолетов. 17 апреля президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии заявил об исконной принадлежности юго-восточных земель России и впервые сам публично использовал термин «Новороссия». Пользуясь терминологией еще царских времен, это «Новороссия». И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы Украину в 20-е годы советским правительствам. Зачем они это сделали, Бог их знает. В этот же день в информационном центре Юго-Восточный фронт координатор Одесского антимайдана Егор Кваснюк сделал заявление по скайпу. В Одессе 62 пророссийские организации и одна из групп объявила о создании Одесской народной республики. Но мы не поддержали это предложение, так как считаем правильным создание единой Новороссийской республики. Нужно добиваться согласованности действий. Все больше настроения начинают склоняться в сторону радикального ответа хунте. Силовые структуры Одессы действительно с народом. Милиция повязывает георгиевские ленточки. Некоторые считают, что рановато, но народ уже не сдержать. Мы готовы к борьбе. Сегодня пока еще идут мирные митинги и протесты. Но боюсь, что через несколько недель пружина, которая продолжает натягиваться, лопнет. Впоследствии видео этого заявления Егора Кваснюка было удалено со всех информационных сайтов. 30 апреля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что сепаратисты готовятся распространить диверсионные акты еще на шесть областей на протяжении майских праздников. По словам Турчинова, диверсионным группам поставлена задача дестабилизировать ситуацию в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Однако на следующий день заместитель начальника милиции Одесской области Дмитрий Фучиджи на брифинге заявил, что не знает, о каких диверсиях говорил в своем заявлении Александр Турчинов. Я услышал в прямом эфире эту информацию. Думаю, что дополнительно поступят какие-то указания и так далее. Сейчас я пока не располагаю какой-либо информацией по этому поводу. Традиционная первомайская демонстрация в Одессе прошла без провокаций и столкновений. 2 мая днем на Соборной площади в Одессе проходит проукраинский митинг, в котором принимают участие сторонники Одесского Евромайдана и футбольные болельщики. Они приехали на матч Черноморец-Металлист, запланированный на 17.00. По окончании митинга участники должны были пройти маршем за единство Украины к стадиону в парке Шевченко. Проведение Одесского марша было согласовано с руководством города и план маршрута движения колонны всем в Одессе был хорошо известен. Примерно в 13.30 на Александровском проспекте в нескольких кварталах от митинга на Соборной площади начинается сбор антимайдановцев со щитами и в касках. Многие из них вооружены палками, цепями, бейсбольными битами и холодным оружием. Боевики помечают себя нарукавными повязками из клейкой ленты красного цвета. Сотрудники милиции не предпринимают никаких действий по нейтрализации куликовцев и вероятных столкновений, хотя для этого у них было не менее полутора часов. В 15.00 колонна боевиков начинает движение по направлению к митингу Евромайдана. Возглавляет движение человек, опознанный очевидцами, как Сергей Долженков, он же капитан Какао. Рядом с ним был замечен заместитель начальника одесской милиции Дмитрий Фучиджи. На этом фото видно, как они о чем-то переговариваются, а у Долженкова из-под одежды выпирает предмет, похожий на пистолет. Получив информацию о движении колонны вооруженных куликовцев, активисты самообороны Евромайдана формируют шеренгу для защиты митинга от боевиков. В 15.30 происходят первые столкновения. На улице Греческой начинают разбирать тротуар и ломать плитку, чтобы использовать ее как оружие. Появляются пострадавшие, в основном от попадания камней в незащищенные лица и головы активистов с обеих сторон. Начала появляться информация о том, что к месту столкновений подвозят огнестрельное оружие. Боевые мисс расшисты стреляют! Так активисты из проукраинского штаба на Александровском проспекте заблокировали автомобиль Крайслер серого цвета и требуют от работников милиции провести его осмотр. В багажнике обнаруживается помповое ружье и два травматических пистолета. К машине со стороны Греческой возвращается трое мужчин в военной форме. Активисты опознают в них членов пророссийской организации православное казачество. При личном досмотре у них обнаруживают еще несколько травматических пистолетов и охотничьи ножи. Активисты передают казаков работникам милиции. Приблизительно в 16.00 на Греческую площадь со стороны улицы Екатерининская въезжает белый микроавтобус Ford Transit с донецкими номерами AN 6852EO. Эта же машина засветилась еще 23 апреля, когда ее остановили на блокпосту на въезде в Одессу. По информации активистов Евромайдана в ней было оружие. Можливо, там находится оружие и можно увидеть через лобовое скло там находятся щиты милицейского сразка. Велика вероятность того, что автобус может перевозить российских диверсантов, так званых зелених человек. Однако работники милиции отказались проводить досмотр автомобиля. По словам очевидцев, за рулем микроавтобуса находился активист так называемой мобильной группы Куликова поля Виталий Будько по кличке Боцман. 2 мая при столкновениях в центре Одессы прямо из-за спин милиционеров Боцман неоднократно стреляет одиночными из автомата АКС-74У в сторону проукраинских активистов. Именно в это время от огнестрельного ранения погибает первый участник Евромайдана. Следствие по делу полагает, что погибший был застрелен именно из автомата Виталия Будько. Позже в интернет попала фотография, на которой видно, что замначальника местной милиции Дмитрий Фучиджи стоит рядом с одним из боевиков со стороны антимайдана, стреляющим из пистолета. Более того, в сети появляется множество фото и видеодоказательств того, что некоторые милиционеры также носили на рукавах повязки из красной клейкой ленты и действовали скоординированно с активистами Куликова поля. Через неделю после событий исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий заявил. Когда бандиты стреляли в людей, работники милиции стояли порядка, бездияли. Это один факт. Другий факт, что была подготовка, и бандиты были в червоных повязках, и работники милиции были в червоных повязках. Это другой факт. Позже в интервью российскому телеканалу НТВ Дмитрий Фучиджи скажет, что никаких красных повязок на своих подчиненных он не видел. 2 мая 17.10 штаб Евромайдана проводит СМС-рассылку своим сторонникам с призывом прийти на помощь. На это время приходится пик противостояния на Греческой площади. Идут ожесточенные столкновения с использованием камней, самодельных взрывных устройств с металлическими поражающими элементами бутылок с зажигательной смесью огнестрельного травматического пневматического оружия. В 17.55 полковник Фучиджи получает легкое ранение руки и покидает место событий в карете скорой помощи. В этой же машине уезжает и Виталий Будько, он же Боцман. По информации Одесской газеты Думская, 3 мая Боцман выехал за пределы Украины в одно из сопредельных государств. Узнав о первых жертвах противостояния, футбольные фанаты черноморца покидают трибуны стадиона и отправляются на подмогу проукраинским активистам. Получив подкрепление, евромайдановцы начинают оттеснять куликовцев. Отступая, они отстреливаются и от одной из пуль погибает еще один активист Евромайдана Андрей Бирюков. Среди пророссийских активистов также появляются жертвы. Именно после этих смертей на Дерибасовской и Греческой площади включился фактор стихийного гнева. Разъяренная толпа отправляется громить лагерь на Куликовом поле. Часть сторонников антимайдана забаррикадировалась в здании Федерации профсоюза в Одесской области. По данным Генеральной прокуратуры Украины, в результате использования зажигательных смесей участниками массовых беспорядков на первом этаже Дома профсоюзов произошло возгорание, которое привело к пожару, охватившему все здание. Большинство дверей были наглухо заперты, и люди оказались в западне. Спасаясь от пожара, люди выпрыгивали из окон. Собравшиеся снаружи здания, в том числе и проукраинские активисты, проводили эвакуацию своими силами. В частности, они взяли часть конструкции сцены на площади, подтащили к стене и помогали узникам выбраться. Первый звонок в пожарную службу поступил в 19.31, еще до начала пожара в самом Доме профсоюзов. Затем поступило еще 22 сообщения о пожаре, и лишь после этого, спустя 25 минут после первого звонка, было отдано указание о выезде одного отделения на Куликово поле. Позже было отправлено еще несколько машин. Только через 45 минут после первого сообщения пожарные начали бороться с огнем. В результате трагических событий 2 мая в Одессе погибло 48 человек. Большинство из них в ходе пожара в Доме профсоюза. На следующий день начальник Одесского городского управления МВД Украины Петр Луцюк был уволен, а исполняющим обязанности был назначен его заместитель Дмитрий Фучиджи. 4 мая 2014 года при вывозе 67 задержанных участников событий 2 мая в Приморский районный суд произошел штурм здания управления МВД Украины в Одесской области группой пророссийских боевиков. Они требовали отпустить задержанных, открыли стрельбу, в результате которой был ранен один из журналистов. В ходе судебного расследования Генпрокуратура установила, что полковник Фучиджи из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям допустил проникновение на территорию Одесского гору правления милиции группу митингующих лиц и последующее блокирование изолятора временного содержания. Затем по незаконному указанию Фучиджи его подчиненные отпустили на свободу 63 подозреваемых в участии в массовых беспорядках 2 мая в Одессе. 6 мая начальника одесской милиции Дмитрия Фучиджи задержали по обвинению в сотрудничестве с сепаратистами. С ним были проведены следственные действия и избрана мера пресечения домашний арест. 7 мая Фучиджи покинул территорию Украины. Позже, находясь на территории республики Приднестровье, он дал интервью российскому телеканалу НТВ, в котором обвинил украинские власти в организации массового кровопролития в Одессе 2 мая. В Малиновском районном суде Одессы продолжается процесс над пятью обвиняемыми в причастности к событиям 2 мая. Среди них граждане России Евгений Мефедов и Максим Сокауров, а также лидер одесской дружины Сергей Долженков, он же капитан Какао. 6 мая 2014 года в информационном центре Юго-Восточный фронт состоялось скайп-ключение из Москвы с участием политолога, профессора, заведующего кафедрой социологии международных отношений МГУ Александра Дугина. В интервью Дугин в частности заявил Александр Дугин один из ключевых идеологов проекта Новороссия и Российской националистической организации Евразийский союз молодежи. Эта структура отправляла добровольцев для участия в военных действиях на Донбассе. В августе 2014 года лидеры Евразийского союза молодежи 33-летний Александр Проселков погиб в Донецкой области. По данным украинской разведки Проселкова по ошибке убили вооруженные активисты армии Юго-Востока. Руководитель международного Евразийского движения профессор МГУ Александр Дугин активно сотрудничает с Российским Институтом Стратегических Исследований. До 2009 года этот институт входил в службу внешней разведки России, а затем был переведен в структуру администрации президента России. На пост директора был назначен отставной генерал КГБ Леонид Решетников. Именно Институт Стратегических Исследований принимал участие в разработке проекта Новороссия. Бывший сотрудник РИСИ, доктор исторических наук Александр Сытин опубликовал в интернете статью под названием «Анатомия провала о механизме принятия внешнеполитических решений Кремля», в которой в частности говорилось. Десятками шли записки о необходимости формирования в украинском тылу боевого пророссийского подполья, засылки диверсионных групп, подготовки к броску на юг в направлении Мариуполь-Николаев-Одесса и создание Великой Новороссии, включающей Приднестровье, которая, как и Крым, должна была воссоединиться с Россией. 6 мая 2014 года в интервью российскому телеканалу Live News бывший кандидат президента Украины Олег Царев заявил о создании республики Новороссия на основе восьми украинских областей Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской. Также Царев отметил, что в ДНР и ЛНР 11 мая необходимо провести референдум о самоопределении. Но на следующий день президент России Владимир Путин на брифинге после переговоров с председателем ОБСЕ обратился к представителям Юго-Востока Украины. Он призвал их отложить намеченный на 11 мая референдум якобы для того, чтобы создать необходимые условия для диалога. Однако, чуть позже на онлайн-аукционе eBay появились фотографии интересного лота. Блоки марок с гербами Новороссийских областей и надписью «Референдум 11 мая». Пользователи соцсетей считают, что марки были изготовлены по заказу Кремля, где планировалось, что к назначенной дате все области Новороссии проведут референдумы. Несмотря на обращения Владимира Путина, в Донецкой и Луганской областях, референдум о самоопределении все-таки проводится 11 мая 2014 года. По его результатам власти ДНР и ЛНР провозглашают суверенитет. Сотрудники российских спецслужб получают руководящие посты в Донецкой Народной Республике. Александр Бородай становится председателем Совета Министров, а Игорь Стрелков главой Совета Безопасности и министром обороны. В ноябре 2014 года в интервью газете «Завтра» Стрелков Гиркин заявил. «Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все кончилось бы как в Харькове или как в Одессе, было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных и на этом бы все кончилось». 24 мая 2014 года в Донецке премьер-министр ДНР Александр Бородай и глава Луганской Народной Республики Алексей Корякин подписали документ об объединении в составе государства Новороссия. Спикером парламента и главой государства был избран бывший депутат партии регионов и бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев. После вхождения еще шести областей общая площадь Новороссии должна была составить 235 тысяч квадратных километров. Музыка государственного гимна Новороссии соответствовала мелодии гимна Российской Федерации. Ты пи Новороссия наша держава сплоченная силой народа и раз В российских средствах массовой информации и в интернете развернулась масштабная пиар-компания Новороссии. Эксперты аналитического агентства медиалогия зафиксировали, что летом 2014 года упоминание термина Новороссия на российских телеканалах резко возросло. В распространяемых материалах содержалась прямая и скрытая агитация за участие добровольцев в войне на юго-востоке Украины. На телеканале Россия-1 в программе Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым проявился и координатор Куликова поля в Одессе Егор Кваснюк. По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. Это сок такой они наливают. В интернете распространяются пропагандистские музыкальные клипы. Песня Новороссия группы «Опасная» набрала в Ютьюбе более 300 тысяч просмотров. Новороссия новая Россия Новороссия русская земля Мы в империю верим с новой силой Новороссия В выпуске новостей русской службы Би-Би-Си появился сюжет о том, как в России через специальные сайты вербуют наемников для войны в Украине. В Ростове на Дону я встречаюсь с Юлием. Через интернет он набирает россиян, желающих воевать на Украине на стороне сепаратистов. Киев называют эту группу и ее сайт одним из крупнейших центров вербующих российских добровольцев. 25 мая в Украине проходят внеочередные выборы президента. В голосовании принимают участие жители неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Президентом Украины был избран Петр Порошенко. В своей инаугурационной речи новый глава страны изложил мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако представители ЛНР и ДНР этот план отвергли. И через несколько дней на востоке Украины началась масштабная антитеррористическая операция. Ее целью было разъединить два плота обороны боевиков Донецк и Луганск и отрезать их от границы с Россией, через которую поставлялось оружие и живая сила. К началу июля вооруженные силы Украины смогли занять Риуполь, Славянск, Краматорск, Константиновку и Артемовск и взяли под контроль большинство районов Донецкой и Луганской областей. 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области в районе села Грабало был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Международная группа гражданских журналистов Bellingcat пришла к выводу, что Boeing был сбит установкой БУК 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации. Так с июля 2014 года фактически началось участие регулярных российских войск в войне на юго-востоке Украины. По данным украинской разведки к 2016 году военная группировка сепаратистов на Донбассе выросла до 46 тысяч человек, из которых 6 тысяч это кадровые военные вооруженных сил Российской Федерации. Еще 15 тысяч российских военнослужащих базируются в аннексированном Крыму. В докладе Бориса Немцова «Путин. Война» в частности говорится, что общий бюджет Москвы на войну с Украиной в 2014-15 годах перевалил за миллиард долларов. За два года боевых действий на Донбассе было разрушено 5 тысяч жилых домов и более 200 тысяч человек остались без крыши над головой. По информации Организации Объединенных Наций 980 тысяч бенцев покинули зону конфликта и выехали в другие регионы Украины. 400 тысяч выехали в Россию и 200 тысяч в другие страны. По данным ОСЕ за два года войны на югостоке Украины погибло 10 тысяч человек. Осенью 2014 года храм живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве посетил президент России Владимир Путин. За кого свечки поставил за тех, кто пострадал и за тех, кто отдал свою жизнь защищая людей в Новороссии. За кого اه